Детальнее эту тему обсудим с нашей гостью Елена Борделовская, доктор политических наук, заведующая отделом новых вызовов Национального института стратегических исследований, присоединяется к нашему эфиру. Елена, добрый день. Добрый день. Вы знаете, с чего бы я хотел начать нашу беседу? С Махатмы Ганди, национального героя Индии, идеолога, так сказать, борьбы против Британской империи. То есть у Индии есть свой особый опыт борьбы с империализмом. И вот визит нынешнего премьера Индии, можно ли назвать его символическим, как раз вот ко дню независимости Украины, в день украинского флага. Ваше такое, знаете, общее впечатление от визита на Ренд-Ремоди в Киев? Вы знаете, мое впечатление очень позитивное. И так получилось, что я смогла присутствовать при вот его первой встрече, когда он прибыл только в Киев. И действительно прибыл в таком хорошем, позитивном настроении. Визит был очень насыщенный, очень насыщенный, очень короткий, хотя немножко задержался, немножко вышли за рамки. Я считаю, что кроме того, что это первый визит за всю историю независимости Украины, это важно, потому что это визит во время войны. Это важно, потому что это визит после визита в Москву, который был, мы знаем, при ужасных просто обстоятельствах произошел и был сокращен. Его программа не была выполнена до конца. И, насколько я знаю, на Ренд-Ремоди был очень, ну, раздосован не то слово. Он был очень огорчен всем, что случилось. Он лично это очень тяжело воспринял, эту атаку на Ахмадед в день визита. Поэтому, опять же, насколько я знаю, из разных источников, буквально сразу по возвращению в Индию было принято решение об этом визите в Украину. Это очень важно, что он прибыл в такие дни. Это очень важно, что он своими глазами, пусть и коротко, но мог увидеть, посмотреть, как живет наша страна, как и за что борются наши люди. Увидел этот мемориал, и для Индии, как вы правильно сказали, которая является родиной идеи ненасилия, ахимца так называемой, который активно продвигал именно Махатма Ганди. Для Индии все эти вещи очень важны, гуманитарные аспекты. Поэтому то, что он смог увидеть и почувствовать своими глазами, даже за столь короткий визит, мне кажется, очень важным. Тем более, что визит сопровождало огромное количество индийских журналистов, которые прибыли сюда заранее. Мы имели возможность с ними пообщаться и рассказать, передать свои какие-то месседжи, пожелания, не только на Рендри Моди, но и всему индийскому народу. И объяснить, чего, собственно, мы хотим, чего хочет Украина, и что такое правда, и что такое победа, и какой мир нам нужен. Поэтому, да, я считаю, это очень важный визит. Западные аналитики считают, что Киев хочет склонить Индию занять более нейтральную позицию по поводу войны России против Украины. Об этом, в частности, пишет Associated Press. Отмечается, что, несмотря на давление Запада, Нью-Дель воздерживается от осуждения вторжения Российской Федерации или голосования против нее в резолюциях ООН. Ну и вот напомню о том, о чем мы говорили с вами, что 8-9 июля Моди совершил поездку в Россию. Тогда же российские войска нанесли ракетный удар по киевской детской больнице Ахмадет. И Владимир Зеленский как раз назвал встречу Моди с Путиным большим разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям. Associated Press, ссылаясь на источники, пишет, что визит премьер-министра в Киев в определенной степени призван обеспечить интересы Индии в ее внешней политике. По поводу удара по Ахмадету, российского ракетного удара, в день приезда Моди, да, вот не складывается ли у вас такое впечатление, что на самом деле, так же, как планируются важные международные визиты, так же и очень серьезно и заблаговременно планируются подобные ракетные удары. И Путин, ну, грубо говоря, просто подставил на рендеру Моди в тот же день, пожимая ему руку. И потому, вот как вы говорите, был максимально сокращен визит индийского премьера в Москву и нынешний визит в Киев. Это, ну, если не попытка реабилитироваться, то, по крайней мере, показать, возможно, в некоторой степени показать Путину, что тогдашнее пожимание руки, и он очень об этом жалеет. Я имею в виду на рендеру Моди. Ну, это именно так и есть. Безусловно, Путин подставил Моди, как бы это, ну, не звучало некрасиво, недипломатично, но это так и есть. Это его желание замазать всех в свою вот эту грязную авантюру, в эту ужасную войну против Украины. И поэтому, конечно, на рендере Моди надо было реабилитироваться. И такие вот дружеские объятия нашего президента в какой-то степени, конечно, так и есть. Но мне показалось, что это было искреннее. Что это было искреннее сочувствие украинцам. Особенно, когда дело идет о невинных жертвах, о чем, кстати, Моди сказал Путину в лицо в день завершения, вот такого поспешного, я бы сказала, завершения визита в Москву. Что невозможно видеть страдания людей, особенно детей. Поэтому, да, с одной стороны, это так. Я только не очень соглашусь с заявлениями, там, Ассошеated Press или еще кого бы то ни было, о том, что Индия должна занять более нейтральную позицию. Ну, какую еще более нейтральную? Нейтральная позиция, вот она и есть. Это и визит в Москву, и визит в Киев. Именно поэтому и мы знаем эту нейтральную позицию. Это кредо индийской дипломатии. Нравится она нам или не нравится. Но это так и есть, поэтому мы как раз и ждали этого визита для того, чтобы Индия подтвердила свою нейтральную позицию, что она готова выслушать все стороны. И вот эти заявления, которые прозвучали в пятницу во время визита о том, что Индия будет содействовать везде, где только возможно, достижению мира в Украине. Ну, это на самом деле так и есть, потому что есть определенные факты, есть определенные шаги, которые подтверждают эту позицию. Конечно, все не изменится в одно мгновение. Не стоит ожидать какого-то чуда от этого визита. Понятное дело, что Индия не перестанет завтра покупать российскую нефть, не перестанет сотрудничать с Россией в многосторонних форматах, таких как Брикс и Шосс. Но для того, чтобы эта ситуация менялась, нужно что-то делать. Чтобы минимизировать сотрудничество Индии с Россией, нужно его диверсифицировать. И вот визиты МОДИ, кстати, не только в Украину, а в Польшу, в Украину, внимание к Центральной Европе, это как раз и есть вот эти конкретные шаги по постепенному, постепенной такой начале диверсификации сотрудничества с Россией, а потом, возможно, и минимизации. Давайте об этом детальнее, о визите в Польшу. Мы еще вернемся к теме визита на РЕНДРЕМОДИ в Украину, но я бы хотел сейчас, раз уж вы упомянули о Польше. Ну, если я правильно понимаю, что Польша готова заменить в определенной степени сотрудничество Индии с Россией в военной сфере. Вот как вам видится вот такое развитие событий? Ну и, на ваш взгляд, в чем важность визита, вот если переводить на дипломатический язык, сначала в Варшаву, а потом в Киев? Именно так все и есть, и никто этого не скрывал, и на брифингах перед визитами в Польшу и Украину говорилось о том, что в Польше будут обсуждаться разные вопросы сотрудничества двустороннего, и в том числе военно-технического. И мы знаем, что как раз вот накануне в индийском посольстве Польши появился военный атташе, которого раньше не было, да, и начались переговоры о том, где бы Польша могла бы заменить Россию в контрактах по ремонту техники советского производства, советских образцов, которые мы знаем, да, у Польши есть такой опыт. И именно как раз такие страны, как Польша, Чехия и Украина, очень интересуют Индию в этой связи. Ну, понятно, что Украине сейчас несколько не до этого, а вот Польша, очевидно, будет идти на такое сближение, это очень важно. Кроме того, в Польше большая диаспора индийская, очень много компаний есть, которые, ну, такие общие, да, и в самой Индии около 30 польских компаний, очень разных там от косметики до строительства, и этот визит был направлен в том числе на усиление такого бизнес-сотрудничества, привлечение польских инвестиций. Была там и культурная составляющая, было там подписано соглашение о том, что каждый год там 20 молодых людей из Польши смогут приезжать в Индию на обмен, на практику, на изучение там языков, культуры и так далее. Кстати, между Украиной и Индией давно есть такие связи. И представьте себе, во время этого визита МОДИ сюда, группа наших студентов из университета Тараса Шевченко, как раз тех, кто учит в Индии, находилась в Индии на одной из таких молодежных международных конференций. То есть культурное сотрудничество – это тоже очень важная составляющая. Ну, и давайте не забывать диаспору, не только в Польше, но и в Украине. Это люди, которые являются таким мостом между двумя странами. Индийская диаспора в Украине очень активная, очень патриотическая. Она небольшая, но это люди, которые преданы и Украине, и Индии. Это люди, которые с нами в тяжелый час. Это люди, которые не покинули Украину во время войны. И, конечно, они тоже были рады встречать здесь своего премьер-министра, чтобы рассказать ему о том, как вот они живут здесь в Украине, на что надеются. Я, кстати, с одним из таких граждан Индии знаком. Он давно работает в Киеве, активно помогает нашим вооруженным силам. Да, и вот, как вы правильно сказали, не уехал, не побоялся и до сих пор помогает очень хороший друг Индии. Более, более, такие, знаете, далеко смотрящие перспективы хотелось бы поговорить с вами. О том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендра Эмоди будет иметь конкретные результаты, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, важно, чтобы отношения Индии и Украины активно развивались, но в то же время нужна четкая позиция по агрессии России и пути к справедливому миру на основе формулы мира. Давайте услышим цитату и продолжим. Я очень надеюсь на то, что после долгого периода, когда у нас не было визитов премьера в Индии, наших лидеров в эту страну, это исторический момент, и мы имеем много вопросов для сотрудничества. Думаю, что встреча премьера Моди с президентом Зеленским будет очень полезной и будет иметь конкретные результаты. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины. В интервью телеканалу India Today. По поводу конкретных результатов и на перспективу на будущее, учитывая, что Индия, вот такая уникальная была ситуация, на первый саммит по формуле мира Украины в Швейцарии, Индия, так сказать, присутствовала, но коммунике не присоединилась. Учитывая, что готовится, активно сейчас готовится второй саммит мира, и не исключено, что там будут представители России, о чем говорят и в украинском офисе президента. Возможно ли, что Индия таки поставит подпись под коммунике саммита мира? Возможно ли, что, учитывая все эти перечисленные факторы, что Индия, как говорит Андрей Ермак, займет более четкую позицию по поводу агрессии России против Украины? Ну, вы знаете, я бы прогнозов не делала, потому что, конечно, визит может изменить позицию Индии, но не кардинально. Если их позиция нейтральная, и они все время говорят, что они должны учитывать интересы сторон для того, чтобы, скажем так, достичь действительно какого-то соглашения, компромисса, нужно слушать и одну сторону, и вторую, хотя прекрасно они понимают, что эти стороны неравны, особенно после этого визита. Очевидно же, да, кто агрессор, кто жертва, и индийцы прекрасно это все знают и понимают. Но, во-первых, есть такая вещь, как российское давление, безусловно, и мы это видели в прошлом году во время саммита Читбатсит, мы говорили об этом, вот, и так сразу от этого не избавиться. Во-вторых, Индия будет принимать во внимание очень много факторов и позицию других стран глобального юга, но прежде всего, конечно, опять же, будет исходить из своей традиционной нейтральной позиции. Мы ее, скажем так, ну, официально не изменим в том смысле, что декларации каких-то новых таких мы не услышим. Но что будет сделано в реалиях, вот тут есть определенная надежда. Мы знаем, что Индия по, как было и сказано, вот Андреем Ермаком, главой Офиса президента Украины, Индия сотрудничает с Украиной по многим пунктам формулы мира на постоянной основе. Это уже очень важно. Среди этих направлений мы знаем четко, что это ядерная безопасность, что это экология, что это продовольственная безопасность, что это гуманитарные вопросы. И такие консультации идут на постоянной основе. И мы можем надеяться на то, что будет расширен, скажем так, круг этих вопросов из десяти, да, их будет там уже не четыре, не пять, а может быть больше. И очень важно для нас, что Индия четко всегда заявляет, и тут мы можем не сомневаться, что так и будет, для Индии, в отличие от Китая, принципиально сохранение территориальной целостности Украины. Потому что это правила международного поведения, это устав ООН, которых Индия четко придерживается. Елена, спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру за ваш анализ, комментарии. Всегда рады вас видеть на Афридом. Елена Борделовская, доктор политических наук, заведующая отделом новых вызовов Национального института стратегических исследований, была на связи с нашей студией. Оставайтесь с телеканалом Афридом. После небольшой паузы мы вернемся в прямой эфир с новой темой для обсуждения.